Коллеги, мы начинаем нашу пресс-конференцию. Доброе утро всем. Сегодня наша тема – акция помощи Старому цирку. Харьков согреет Старый цирк. И я представляю наших спикеров Дмитрий Улыбко, заместитель генерального директора. Светлана Момот, художественный руководитель детско-юношеской студии циркового и служебного Старый цирк. И одна из участниц студии Вероника Лупырь. И основная тема – это то, что из-за реорганизации в Министерстве культуры Харьковский Старый цирк оказался в критической ситуации. Я предлагаю вам описать эту ситуацию, Дмитрий. В чем она заключается? Реорганизация началась в 2012 году. Я очень кратенько буду говорить, дабы мы не утонули в этом ворохе, который длится в принципе уже третий год. Решением коллегии было принято вот такой неординарный, скажем так, неординарный ход. Украинскую творческую дирекцию, которая находится в Харькове, то есть Старый цирк, в целях оптимизации и, как было сказано, для дальнейшего развития циркового искусства в Украине, присоединить к ДП Державной цирковой компании Украины. Изначально мы пытались доказать в министерстве, что это не очень удачный ход, что не была правильно рассчитана вот эта реорганизация, что нельзя. Старое здание, которое на протяжении очень многих лет служило базой для подготовки сначала советских артистов, затем украинских артистов. К сожалению, нас не услышали, сказали, поскольку министерство руководит процессом, поэтому будет так, как сказала министерство. Интересен ход сам. То есть, вот репетиционную базу в Харькове с созданием, которая является памяткой местопудывания именно и принадлежит Харьковской громаде, решили присоединить к ДП Державной цирковой компании Украины. Маленькая справочка, да, которая находится в Киеве за 600 километров. Маленькая справочка. ДП Державная цирковая компания. Это своеобразное такое арт-агентство, то есть государственное арт-агентство, на бюджетные деньги оно содержится. И арендует оно несколько комнат на четвертом этаже в Национальном цирке Украины. На балансе самое дорогое, что, по-моему, есть, если я не ошибаюсь, это старенький автомобиль. Вот представьте себе, да, вот в чем заключается реорганизация изначально, и, ну, никак непонятно, как это может послужить дальнейшему развитию циркового искусства Украины. В итоге реорганизация сама по себе, поскольку она изначально была неправильно, то есть выставлена, она то возгоралась, то затухала, но закончилось это тем, что 25-го, вот у меня есть приказ, 25-го декабря наказом того же Министерства культуры с 1 января сотрудникам, с 1 января написано, сотрудникам старого цирка было решено перевести в ДП Державная цирковая компания. Не получилось, опять же, и нас присоединили, штат сотрудников присоединили с 1 апреля, забыв совсем о том, что есть здание еще. Здание уникальное, повторюсь, по своей работе, по истории, и это, не побоюсь этого громкого слова, на сегодняшний день это жемчужина, не только в Харькове, но и в Украине. Таких цирков на сегодняшний день, по-моему, два. Это Одесский цирк, который уникален, и наш старый цирк. На сегодняшний день мы имеем, к сожалению, то, что мы имеем. С 1 апреля мы не получили ни одной копейки денег из бюджета, которое Министерство культуры аккуратно, то есть, поскольку перевели финансирование на компанию киевскую, естественно, Министерство культуры туда пересылает деньги, и где-то они, вот, как-то они теряются случайно. Мало того, по прямому договору между компанией киевской и дирекцией на вид шкодувания затрат, потому что сейчас в Старом цирке находятся номера той же компании, и в том числе номера с животными, компания не в состоянии даже возместить те затраты на коммунальные услуги, которые, то есть, уже мы потратили на них. Итого мы имеем на сегодняшний день потерянных 290 тысяч из бюджета, которые потерялись, и вот на 30 октября цирковая компания должна дирекции 76,6 тысяч гривен. Возникает вопрос, а как же вы все это время выживали? Вот выживали мы все это время на протяжении практически 7 месяцев за счет работы детской и юношеской студии «Старый цирк», за счет тех артистов, которые на договорной основе контрактных снимают у нас манеж для постановки своих номеров. И также у нас есть два арендатора, ну это как маленькая, небольшая помощь, по договору через фонд «Держмайна». Вот мы пытаемся вот так выжить. Слава Богу, хватило ума у чиновников каким-то образом еще выплачивать зарплату. Ну, где-то вот к концу октября они попытались по зарплате как-то уже приблизиться, то есть никто никому ничего не должен. Вот это основное, что мы хотели сказать. Вопросы? Скажите, пожалуйста, в чем состоит вот акция «Каня в Сатуре и Старый цирк?» Может, какие-то, не знаю, левные мероприятия проводились, можно ли вам расскажите. И по поводу 290 тысяч километров и критикалов, то есть вам, значит, не приходили какие-то документы вообще, о том, что они в какое-то движение были? Есть ли у вас такое деление? Да, подтвердил, министерство подтвердило, что эти деньги были перечислены в компанию. У компании несколько вариантов, почему они, опять же говорю, что это не зарплатные деньги, это коммунальные. Но компания по разным причинам, то есть она придумывает несколько вариантов, что поскольку у нее только сотрудники, а здание Старого цирка находится в Харькове, и пока компания на него прав не имеет, они не могут якобы эти деньги нам вернуть. Но на это есть масса, по-моему, выходов. Ну, тот же, допустим, договор, да, там, аренды или витшкодувания. Ну, я так понимаю, что этих денег уже, ну, во всяком случае, скорее всего, что нет. Неприятный другой вариант, что если к концу, вы знаете, да, это мы бюджетные организации, что если к концу эти деньги не будут израсходованы по назначению, они красиво должны уйти в бюджет. Что касается акции «Согреем Старый цирк», мы столкнулись с такой проблемой уже не первый год, лет пять, у нас очень старая котельная. Если вы будете у нас в четверг, мы постараемся показать вам. Это старый котел Ланкаширский, снятый в 50-х годах с паровоза. И переварен под газовое отопление. Ну, о его экономичности, да, можно только догадываться, вот. Но плюс проблема еще состоит в том, что каждый год мы, нам министерство выделяло деньги, мы просили слезно, оно выделяло нам денег, где-то до сорока тысяч на подготовку. То есть это технические всевозможные проверки и так далее. В этом году мы этих денег, естественно, не получили. Плюс сильный удар был из-за того, что, то есть цены на газ, да, на сегодняшний день для предприятий эта цена, если я не ошибаюсь, составляет порядка девяти с половиной тысяч гривен за тысячу кубов. Старый цирк площадью почти четыре тысячи квадратных метров, ну вот считайте, это тысяча кубов будет расходиться в среднем за два дня. Мы не можем себе позволить, и нам никто этих денег не даст. Получается сто, порядка ста сорока тысяч в месяц только на отопление. Это не подъем. Для предприятия культуры, в принципе, вообще для предприятия это достаточно большая сумма, но для предприятия культуры это не подъемная сумма. Поэтому была, ну, поскольку там артисты, там дети, в прошлом году, благодаря подобной акции нам очень помог, помогла администрация Октябрьского района. У нас есть теперь две дизельные пушки. В этом году мы все-таки решили как-то более конкретно немножечко согреть, реально согреть манеж и прилегающие территории. Это не решит всех наших проблем, но это даст возможность работать в манеже артистов и в студии. Зарабатывать деньги. Да, и опять же, какую-то копейку зарабатывать, потому что на сегодняшний день, ну, реально, вот мы вынуждены только надеяться сами на себя. Почему они как-то помогли сделать? Это какое-то утепление специальное? Нет, это система отопления, именно новейшая, скажем так, экономная, в самом прямом смысле. То есть, новые технологии. Сколько вам денег нужно для модернизации этой системы отопления и где вы собираетесь взять? Нам необходимо порядка 65 тысяч, поскольку предприятие «Тепломонтаж» идет нам навстречу, скажем так, это такая своеобразная тоже помощь, вот, и мы решили сделать шесть представлений детской и юношеской студии в надежде собрать эти деньги. Двадцатого. Эти представления будут проходить двадцатого, двадцать первого, двадцать седьмого и двадцать восьмого ноября, это пятница и субботы, и еще четвертого и пятого декабря. Целью этих представлений есть, вы поняли, собрать деньги для этой системы, и большое спасибо тем, тем молодым людям, неравнодушным харьковчанам, которые помогли собрать вас, и в принципе натолкнули нас на такую акцию, потому что мы варились в собственном соку, вот, потому что, поймите правильно, мы не хотим согреть сами себя, а мы хотим согреть и сберечь до города уникальное историческое здание. И большое спасибо по тепломонтажу, которые пошли навстречу, и возможно с завтрашнего или с послезавтрашнего дня они совершенно в долг нам начнут устанавливать вот эту систему отопления, вот, потому что больно смотреть на детей, дети в принципе привыкли, мы в прошлый год провели, у нас в Манеже на репетициях было до 10 градусов, при этом артисты репетировали еще при меньшей температуре, потому что мы обогревались своими обогревателями, или тем, что мы смогли заработать за 10 представлений новогодних, а артисты нет, на данный момент у нас на конюшни стоят животные, они стоят тоже без обогрева, если лошадь еще перенесет какую-то температуру, то кошечки и зебры просто замерзают, компания, вот категорически вчера был заданным исполняющим обязанности генерального компании, ветврачом, вопрос, а что же будет с обогревом конюшни, человек промолчал, ну, говорит, отопление включать не будет. Пожалуйста, вопрос еще. 057 дней, выточните, пожалуйста, здесь вот говорите, что отписки получаются, что идет процесс реорганизации, ситуация прорастится по завершению, или какие-то другие еще есть? У них, ну, как бы, с реорганизацией, насколько мы понимаем, министерство зашло в тупик, может быть, Дмитрий Владимирович говорил много, я скажу более проще, есть дирекция, государственное предприятие, которое в случае реорганизации должно быть ликвидировано, на данный момент оно не ликвидировано, это предприятие, оно существует, у него есть юридическое лицо, у него есть счет, при этом на предприятии сейчас находится только один бухгалтер, у директора предприятия закончился контракт 10 июля, и исполняющего обязанности не назначены, люди, которые сейчас работают в здании, скажем так, принадлежат другому предприятию, это государственная компания цирковой Украины, которая находится в Киеве, ситуация коллапсическая, то есть вчера меня не отпустили на репетицию, сказав о том, что в цирковой компании Украины студии нет, и за что вы получаете в компании зарплату, мы не знаем, хотя меня согласно приказу о реорганизации и приказу о 25 декабря прошлого года передали штатное расписание в компании, меня поставили вчера, извините, в идиотское положение, я не могу ответить на этот вопрос, меня не отпустили на репетицию как руководителя, сказали, что в цирковой компании студии нет, студия юридически, вот все документы приказа министра от 2009 года является структурным подразделением дирекции, предприятие дирекция, которое находится в старом цирке, которое не ликвидировано, а я как руководитель сейчас числю в цирковой компании, вы можете себе представить эту ситуацию, я, например, с трудом, я просто прихожу на работу и в холоде вместе с этими детьми выполняю свои служебные обязанности, свои обязательства перед этими детьми. А много у вас вообще сотрудников в старом цирке, работников? На сегодняшний день 46 человек, извиняюсь. Сколько детей? И как близко? Сколько детей занимается? Детей на данный момент занимается около 150 человек. А часть из этих работников, они, насколько подележат той компании, да? А часть? Все. Все работники, находящиеся в здании старого цирка, принадлежат цирковой компании Украины, которой здание и предприятие, вы можете себе представить, есть одно предприятие, есть другое предприятие. Вот в этом предприятии числятся работники, а в этом предприятии они ходят на работу. И почему-то только мне одной была вчера предъявлена претензия, что они не знают, что я здесь делаю. А по документам что вы у них делаете? По документам я числюсь руководителем студии цирковой. То есть я была художественным руководителем студии цирковой в дирекции. Согласно приказам министра и передаче штатного расписания меня перевели руководителем студии цирковой в компанию. Но на данный момент мне компания заявляет, а у нас нет студии. За что мы вам платим зарплату? Говорю, ну в принципе это не мой вопрос, наверное. Условия к реорганизации согласно приказам меня перевели. Обеспечьте, пожалуйста, мне. Вы же понимаете, что если мы переведем юридический студию на компанию, мы должны платить аренду. Но это уже тоже не мои проблемы. Вот такая загадочная, волшебная ситуация. Поэтому у нас складывается впечатление, что есть совершенно другие подводные камни, касающиеся конкретно исторического здания. по квоте министерства, прошу прощения, по квоте кабинета министров ДП, украинская творческая дирекция, не имеет права быть приватизирована или продана. При ликвидации этого предприятия снимается. Там не сказано по квоте министерства, что нельзя продать или приватизировать историческое здание, принадлежащее Харьковской громаде. А нельзя приватизировать ДП украинская творческая дирекция. Для продажи здания стоит следующий вопрос. Это существование детского коллектива. Потому что по закону о культуре они должны нам предоставить равноценное здание. Для этого студию нужно лишить юридического статуса. На данный момент детская церковая студия является структурным подразделением украинской творческой дирекции по подготовке церковых аттракционов и на нерозах. То есть старый церковь. То есть старый церковь. То есть вы думаете, что это связано с тем, что это здание? Да. У нас есть такие подозрения, скажем так. Продать еще что-то. Сразу говорю, вот постанова Верховной Ради от 3 березня 95-го года сюда входит перечень перелик объектов, которые не подлагают приватизации. И по Харькову мы входим в месте Украинская дирекция по подготовке церковных номеров, Державный институт мистецтв Кутляревского, Державная библиотека Короленко, театр Шевченко, Академический Украинский драматичный театр имени Шевченко. Это все в одном списке по городу Харькова. Еще могу показать то, что реально мы говорили, чем мы можем гордиться, это памятка архитектуры там место подувания. Наверное, есть какие-то проблемы в связи с тем, с планами. Коллеги, еще вопросы есть? Обращались ли вы в Министерство культуры в какие-то еще инстанции? Мы обращались не единожды. Целый ворох был, на что нам очень красиво отвечают, что сгиб на наказу 633-го про реорганизацию ДП Украинская творческая дирекция и так далее и тому подобное. Что это все сугубо для того, чтобы цирковое искусство в Украине было на высочайшем уровне. Вот на этом и все в принципе. У нас есть еще надежда с помощью вас получится это, не получится. Мы со Светланой Анатольевной сейчас пишем письма очередные в Министерство культуры. Поскольку вы знаете, министр культуры находясь на прошлой неделе в оперном театре, сказал, что дабы снимать общественное напряжение в обществе и в том числе и среди работников культуры, что он готов и Министерство выслушать и принять всех, кто будет обращаться. Мы будем писать письма очередные, будем писать письма для того, чтобы нас все-таки приняли и выслушали. Поскольку киевская компания говорит, а вы кто такие? У нас есть исполняющие обязанности генерального директора, он за вас все решит. Нет, мы хотим добиться встречи сначала в Министерстве и объяснить ситуацию. Есть надежда, может это где-то так подспудно, что не все так достоверно в Министерстве выкладывают, но мы бы хотели сами полностью нарисовать и обрисовать эту ситуацию. И мы также надеемся, что если это возможно, что все-таки власти города и общественность поможет нам защитить это уникальное здание, поможет сохранить студию. Я, наверное, за Светлану Анатольевну скажу, первый, единственный раз в 2011 году наши дети, вот Женя сидит среди вас, наши дети представляли Украину на детском церковом Евровидении. И вы знаете, не буду хвалить наших детей, но после номера, после окончания номера зал, который в основном состоял из граждан Швейцарии, стоя провожал их за улицей. Еще вопросы было? с языке, с работали они под скорополя песня Таисии Павали «Сила Птапы». Вы хотели бы трогаться в Вашей акции «Подпешки цирка», где я приняла 6 представлений. Правильно ли я поняла, что на тот момент, когда они начнутся, у Вас уже будет достаточный тепло для того, чтобы, видимо, они туда приходят с детьми? Конечно. Мы постараемся максимально обеспечить, скажем так, рабочую для нас температуру, поскольку и не только для зрителей, а и для детей студии, которые работают, большинство номеров которых это воздушные номера, как Вы понимаете, воздух работает так, как сейчас. Давайте еще, я думаю, расскажем подробнее о том, о представлении. Вот у нас в зале находятся участники студии, и у нас за столом тоже Играникова, у нас одна из участниц. Как они будут, как они вообще выглядят? Потому что далеко не все люди видели, знают, что происходит, как выглядят представления. Как проходит представление? Да, да, конечно. Здравствуйте. Весело. Да, действительно весело. Мы показываем представление достаточно ярко и на уровне, пусть и как взрослые артисты цирка. Все это проходит с легкостью, с уверенностью, и вообще зрители, когда уходят, они стоя минут пять аплодируют нам. Это очень приятно на самом деле. И они снова и снова к нам возвращаются, и они постоянно вообще рады тому, что мы показываем представление. Вот, и, ну, колоссальные вообще аплодисменты, и спасибо им огромное за то, что они приходят и поддерживают нас. А можно ли вам о программе? Значит, наше представление, наше представление называется «Бурлеск». Мы ежегодно выпускаем новый цирковой спектакль. В этом году мы выпустили спектакль «Бурлеск». Это, как бы, контрасты нашей жизни, то есть хорошее, плохое, яркое. Вообще «Бурлеск» это очень яркое и фееричное. Программа у нас, вообще-то, наша полная, длится два с половиной часа. Но для этой акции мы выбрали самые лучшие номера, самые профессиональные номера, не побоюсь этого сказать, потому что дети у нас работают на достаточно профессиональном уровне. И это засвидетельствовали специалисты европейского и мирового класса, потому что мы ездим и на европейские фестивали, и на международные фестивали, где в жюри присутствуют режиссеры цирка «Дю Салей», американского цирка, директора французской цирковой школы, швейцарской цирковой школы. Мы сотрудничаем с венгерской цирковой школой. В этом году мы были во Львове, и меня лично пригласили в цирковую эту школу для преподавания и обмена опытом вместе с нашими детьми. Но сложившаяся ситуация в Европе, это сейчас немножко отложилось, да, проблематично это отложилось. Дети постоянно, ежегодно принимают участие в европейских огромных цирковых акциях, если вы слышали, это и «Ночь музея европейская», которая в этом году проходила в Будапештском цирке, вот Елизавета, которую здесь вот крутят, и одна из представителей, Мария здесь сидит, они были. В прошлом году на ночи, международными цирками цирковой в Европе тоже выступали и Женя с Катей, то есть мы принимаем участие в таких мероприятиях. Поэтому эта программа мы можем смело назвать звездной, в программе только звезды. Есть у нас маленькие звезды, которые тоже европейского уровня, у нас есть Вова Стиной, которым сейчас 7 и 8 лет, но в 2013 году на международном фестивале талантов в городе Варшава, на взрослом фестивале они взяли золотую корону, в гран-при взяли обладатели приза Монте-Каро, взрослые. И естественно они взяли безоговорочно приз зрительских симпатий. То есть вот такая звездная команда будет принимать участие у нас в этом представлении. У нас есть постоянные зрители, которые к нам приходят и которые оставляют свои отзывы. И поэтому мы всех приглашаем, кто еще у нас не был в цирке. Это будет вам очень интересно, это будет познавательно. Мы не хотим себя хвалить, но на последней программе, которая у нас была 8-9 октября, это День рождения студии, у нас были все артисты цирковой программы, которая работала в новом цирке. И у нас стояла в городе Шапито, приезжала тоже программа оттуда вместе с директорами. И прозвучала фраза, что это достойно профессионального цирка. Профессионализм детей и взрослых заключается в подаче, а не в количестве заработанных денег или в зарплате. Поэтому это обещает быть ярким и впечатляющим. А сколько сегодня так предоставлено? Всего будет в программе занято где-то около 40 человек. А какой возраст? Возраст от 6 до 20 лет. Еще вопросы? Я прошу прощения. Я уже пропустила. А на чем баланс создания? Я прошу прощения. Значит, балансодержателем ДП Украинская творческая дирекция является министерство. Но земля, на которой стоит это здание, принадлежит городу. А право наступных документов нет. Министерство нет. На сегодняшний день нет. Поэтому мы еще хотим на этих представлениях сделать такую акцию по сбору подписей. Два обращения к министру культуры. Это будет короткое обращение, что неравнодушные жители города Харькова, работники старого цирка, мы так себя ассоциируем, потому что мы не можем понять, где мы работаем, где мы числимся, где мы получаем зарплату. Работники старого цирка, дети и родители цирковой студии «Старый цирк» обращаются к министру с просьбой разобраться в инсинуациях вокруг этого предприятия, исторического здания. И с таким же письмом мы хотим обратиться к городским и областным властям, коротким, чтобы они обратили на нас внимание и приняли участие в нашей судьбе. Потому что, честно вам скажу, что мне как харьковчанке и человеку, проработавшему в этом здании 21 год, очень больно смотреть на то, что там сейчас происходит. Потому что не копейки, вы все живете дома, у вас есть дом, вы платите за газ, вы платите за свет. И сейчас мы в холоде работаем, чтобы заработать эту копейку, чтобы оплатить газ, свет, воду. При этом у нас, я ничего, ну как говорится, ничего личного, к артистам цирка, но они сейчас находятся у нас на иждивении, они точно так же репетируют и тратят свет. Но точно так же тратится вода и электроэнергия на содержание животных. Но компания ни копейки не перечислила за это, ни копейки. Все на плечах родителей и частных артистов, которые снимают у нас помещение. Возникает вопрос. А зачем нужна такая цирковая компания? Если мне интересно, в каких условиях на данный момент репетируют и живут их животные. И я неоднократно говорила, что давайте не будем ни за что платить, давайте нам отключат свет. Дети, они к всему привыкли уже за этот год. Мне главный инженер говорит, Света, а как вы будете репетировать? В этом году отопления не будет. Я говорю, Александр Павлович, после прошлого года, прошлой зимы, я выйду на площадь, поставлю кран, и мы спокойно будем репетировать. Это нормальные для нас условия, да? Или я не права, ребята? Вчера представители компании обнимали обогреватели и дрожали. Ну и не дрожали, дети в манеже занимались нормально. Потому что это их жизнь. И вы можете у них спросить. Что, вопросы? А куда, по мнению министерства, нужно надевать животинок, у которых не будет это пройдя зимой? Я об этом не думаю. Не будет предложений? На сегодняшний день никаких планов у компаний по этому поводу нет. Я скажу больше, судя по всему, это все рассчитано на авось. А у них там студия, дети, ну, будут гореть себя, согреют их животину. В прошлом году, я вам скажу, мы решили этот вопрос следующим образом. Мы поставили туда электрическую пушку. И время от времени подогревали конюшню. То есть это помещение, где находились у нас два номера. Ну, Мишки, как вы знаете, у нас сейчас номер с медведями. Ну, им, в принципе, все равно, какая температура за бортом. Поэтому им проще. Скорее всего, так и будет в этом году. То есть мы будем просто подогревать их, чтобы, то есть, держать температуру. Еще вопросы. У вас же не тратно выступления детские, правильно? Я понимаю, что у вас проходят экскурсии по цирку. Пользуются ли спросом у горожан интересы, у кого эти проблемы? Вы знаете, мы, честно говоря, мы не ожидали. Мы этой весной, это абсолютно новое, что у нас было. Мы решили сделать экскурсии. И у нас на протяжении уже полугода, по субботам, в 13.00 проходят экскурсии. К нам приходят жители города, мало того, приходят с детьми. Нам заказывают экскурсии, организации и предприятия для своих сотрудников. Кроме того, что у них есть возможность пройтись по старому цирку, послушать исторические справки об этом здании, о постановках, действительно очень значимых для украинского цирка, а в свое время и для советского. У них есть еще возможность побывать некоторое время на репетиции в студии. Я не знаю, можно это говорить или нет. Мы в четверг приглашаем журналистов. Я, наверное, опередил. Мы в четверг к 16.00 приглашаем вас. Вот все по такой же схеме, по такому же графику, на экскурсию. Вам прочитают частично лекцию об истории. Вы сможете пообщаться с детьми, посмотреть репетицию, 3-4 номера. Ну, то есть, все как обычно бывает на экскурсии. Еще вопрос. Всем спасибо. Тогда во слово скажу. Ребята из студии есть сейчас, если вам интересно, можете с ними пообщаться. Я, например, перед конференцией узнал, что Вероника, будущий репортер, наш коллега, поэтому можете и мне тоже. Студент Академии.